На фоне общего всплеска эмоций по поводу выхода Photoshop бета-версии, работающего на искусственном интеллекте в нейросетях, и я, кстати, тоже делал такой обзорчик, ссылочка будет в описании к этому видео, как-то незаметно прошли апрельские обновления Camera Raw и Lightroom версии 15.3. И напрасно, я считаю, в этом видео я готов быстренько, коротенечко и по существу рассказать об этих самых обновлениях. Так что же все-таки там нового? А для тех, кто впервые на моем канале, если ты увлекаешься фотографией, не забудь перейти на мой сайт и забрать в подарок базовый набор пресетов Desire. А если ты хочешь поддержать канал и повысить уровень своей обработки, то ты можешь приобрести пресеты уровня Pro. Итак, друзья, что же нового нам предложила компания Adobe в программах Lightroom и Camera Raw? Ну, во-первых, стандартно. Появилась поддержка новых камер и объективов, также добавлены новые встроенные стили, пресеты. Улучшены маски люди, теперь они автоматически находят волосы и одежду. А вот на двух следующих возможностях хотелось бы остановиться подробнее. В маске Lightroom и Camera Raw наконец-то добавили кривые. И это, безусловно, расширяет не только возможности обработки, но и повышает уровень креативного подхода вообще к обработке изображений. Таким образом, наложив маску, можно буквально отделить человека от окружающей среды и обработать отдельно фон с использованием тоновой кривой. Я сейчас обкатываю этот функционал, и я думаю, что в скором будущем новые видео, где мы с вами ретушируем вместе фотографии в Lightroom, ну, либо в Camera Raw, дополнятся новыми возможностями именно с этой функцией. И еще одна возможность, на которой хотелось бы остановиться немного подробнее, это уменьшение шума при помощи искусственного интеллекта. И те фотографии, которые нам казались браком, теперь можно легко исправить. Вот, друзья, фотография, на которой экспозиция улетела в минус. Как вы видите, гистограмма ушла полностью влево. Фотография снята в темное время суток, не хватило света, поэтому, соответственно, при увеличении экспозиции и при увеличении, как вы видите, у нас жуткие шумы. Давайте мы сделаем две копии этого изображения. Для снижения шума нам нужно перейти в детали. Новый инструмент находится вот здесь, всего лишь одна кнопка «Устранить шум». Но давайте на этой фотографии мы попробуем его устранить при помощи стандартного классического инструмента. И вот при ползунке до 100 шум, конечно, снижается. Но при этом посмотрите, какая размыленная картинка получается. Нет, такое, конечно, не пойдет. И, наверное, все-таки, ну, максимум, на что я могу здесь пойти, где-то вот уровень 60. Более-менее сохраняется детализация. Теперь давайте выберем следующее изображение и кликнем «Новый инструмент устранить шум», который работает на базе искусственного интеллекта. Супер разрешение я ставить не буду. Эффект оставлю на 100%, как мне предлагает Adobe Lightroom. Кликаю «Улучшить». Надо отметить, что эта функция достаточно медлительная. Происходит это действие несколько минут. Ну, а мы, конечно же, с вами ждать не будем. Я этот период на монтаже сокращаю. Lightroom закончил работу. В нижней панели появился новый файл DNG. И давайте мы с вами сейчас сделаем референтное окно и посмотрим, как справился этот новый инструмент. Слева у нас изображение, которое улучшено при помощи классического инструмента. Справа с использованием новых возможностей искусственного интеллекта. Давайте увеличим изображение. Ну что же, ребят, по-моему, видно невооруженным взглядом, что это получилось достаточно хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. И несмотря на то, что в прошлом видео я критиковал Photoshop за его искусственный интеллект, за его генерацию и так далее, то в этом случае инструмент отработал шикарно. Сохранилась вся детализация, шумы полностью ушли. Я даже теперь в этом изображении смогу добавить резкости. Даже побольше, наверное, на значение 95. Давайте-ка посмотрим. Шумов при этом нету и детализация... Ну, очень здорово, очень. Давайте мы выделим какой-нибудь участок и посмотрим немного покрупнее. А если мы с вами сделаем значительное увеличение, вот, например, сейчас масштаб 400%, мы увидим, как искусственный интеллект, ну, что-то где-то дорисовывает какие-то линии. Вот, например, лицо человека. Аналогично, кстати, работает плагин Topaz, о котором я говорил в одном из предыдущих видео. Ну, друзья, в любом случае, фотографию на 400% рассматривать никто не собирается. И я считаю, что как борьба с браком, это очень неплохо. Ну что ж, друзья, теперь я уверен, что бракованных фотографий у нас с вами станет на порядок меньше. И еще, друзья, одно небольшое изменение, которое коснулось интерфейса. Теперь вот в этом месте, вместо выключателя, находится глазик, и мы можем посмотреть настроечки до, удерживая кнопку. Если же мы хотим вернуть выключатель, нам нужно нажать кнопочку Alt, удерживать ее, и вот только после этого появляется выключатель. Теперь мы можем полностью отключить настройки какого-либо блока. Удобно это или нет, пока не знаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну вот, друзья, на этом все. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны, потому что впереди нас ждет очень много интересного и полезного. Заглядывайте на мой сайт, не забудьте забрать подарочный набор Desire для тех, кто любит путешествовать с камерой в руках. А с вами, как всегда, был Серджио. Желаю вам творческих высот, всем добра и мира. До скорой встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok